Доброе утро! Новый день предлагаю встретить вместе с программой «Время новостей» в студии Ольга Сиротинская. Обозначу лишь некоторые события среды, материалы о которых мы покажем вам сегодня. Чуть больше двух недель остается до грандиозного празднования юбилея победы в Сталинградской битве. Волгоград активно готовится к этой знаковой для всех россиян дате. Мои коллеги расскажут о том, как украшают город-герой. Великую победу ковали вместе. Сегодня журналисты МТВ станут участниками телемоста «Ленинград-Сталинград. Мы памяти верны». Воспитанникам школы-интерната «Созвездие» вручат заслуженные награды. Ребята стали призерами международного экологического детско-юношеского конкурса. Об этом и многом другом узнаете в следующих выпусках новостей чуть позже. А пока я перейду к другим темам. 80-ю годовщину победы советских войск в Сталинградской битве мы с вами будем отмечать 1 и 2 февраля. Волгоградцев ожидают тематические выставки, реконструкции боевых действий, а также красочный салют и фейерверки. Город-герой уже вовсю преображается к празднику. Праздничный баннер появился рядом с Центральным концертным залом Волгограда. К юбилею Сталинградской победы уже украсили Комсомольский мост, остановки общественного транспорта. Продолжаются работы на фасадах многоэтажных домов вдоль улицы Рокоссовского. Специалисты монтируют полотна с изображениями полководцев победы, героев Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы. Вдоль главных магистралей города также появляется праздничное убранство. Напомним, ранее баннеры с фотографиями выдающихся полководцев и рядовых появились на многоэтажках на проспекте имени Жукова в Дзержинском районе. Они напомнят волгоградцам и гостям города, а тех, кто 80 лет назад приближал долгожданную победу в битве на Волге. Отметим, что программа празднования 80-й годовщины победы в Сталинградской битве включает десятки масштабных мероприятий в городе-герои. По всей области их около 250. Напомним, указом президента Владимира Путина подготовка и празднование 80-летия Сталинградской победы выведены на всероссийский уровень. Запланированные мероприятия реализуются в полном соответствии с комплексным планом. Координатором выступает Федеральный организационный комитет под руководством заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Региональный оргкомитет возглавляет губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Почти 27 тысяч растений пополнили зеленый фонд Волгограда в прошлом году. Деревья и кустарники высадили в городских парках и скверах. В ближайшие 10 лет муниципалитет планирует высадить еще больше 300 тысяч зеленых насаждений. Развитие зеленых легких и разработку 10-летнего плана комплексного озеленения города на одном из заседаний обсудили глава Волгограда Владимир Марченко и представители городской общественной палаты. Волгоград должен вернуть себе статус зеленого города, каким он был и в царицинскую эпоху, и в послевоенное время. Но вязы и тополя, высаженные здесь больше 50 лет назад, сегодня нуждаются в обновлении. Большая часть деревьев уже ослабла из-за возраста и насекомых вредителей. Да и сами волгоградцы нередко страдают от аллергии на тот же самый тополиный пух. К решению этой проблемы муниципалитет приступил еще несколько лет назад. Постепенно в городе обновляют и увеличивают зеленый фонд, причем высаживают разнообразные сорта деревьев и кустарников. В одном только 2022 году во всех районах города были высажены почти 27 тысяч растений. Последние 8 лет совершенно новый подход к озеленению города. В целом ряду зеленых пятен придается новое звучание, новое значение. Это прежде всего система парков и скверов. Это полная реконструкция и обновление парка на верхней террасе. Набережная в центральном районе. Освоение полной реки Царица. Это сквер Александра Пахмутовой. Работа в этом направлении продолжается. В планах властей на ближайшие 10 лет высадить еще больше 300 тысяч растений. Такую задачу перед муниципалитетом поставил губернатор Андрей Бочаров. Планом предусмотрена высадка более 220 тысяч деревьев и 110 тысяч кустарников. Прокладка поливочного водопровода, приобретение поливочных машин. Предпочтения, как и прежде, будут отдавать саженцам из местных питомников, акклиматизированным к региональному климату. Для ухода за зеленью на городских площадках устанавливают современные поливочные водопроводы. Глава Волгограда Владимир Марченко особо отметил вклад в озеленение юных волгоградцев. Так, в рамках экологического проекта «Проросток», учащиеся школы и воспитанники детских садов проращивают семена и высаживают молодые деревья на городских территориях. Таким образом, больше 200 саженцев акации, тополя, рябины, дуба и спиреи появились в советском и в центральном районах. Задача такая ставится, чтобы этот ребенок высадил это дерево по истечению 10-11 лет учебы своей, то есть детский сад и учебы, и через 10-12 лет он увидит уже результат своего труда. То есть это дерево будет расти вместе с этим ребенком. Эксперты городской общественной палаты поддержали предложение и выразили готовность подключить к озеленению города активных родителей, создав на базе учреждений проекта «Эко-сообщество». Анна Рябова, Виктор Хиврин, Время новостей. В новогодние каникулы волгоградские школьники и студенты культурно отдыхали. А помогла в этом Пушкинская карта. Более 34 тысяч юношей и девушек свои длительные выходные проводили в кино, театрах, музеях и на концертах. Можно было также посетить различные мастер-классы, интерактивные мероприятия, увидеть полнокупольные программы в планетарии и многое другое. Номинал Пушкинской карты в 2023 году по-прежнему составляет 5 тысяч рублей. Получить карту юноши и девушки возрасте от 14 до 22 лет могут на сайте госуслуги. Для этого следует пройти регистрацию на портале, скачать мобильное приложение госуслуги «Культура» и заказать выпуск карты. По итогам 2022 года Волгоградская область стала одним из лидеров Южного федерального округа по реализации федерального проекта «Пушкинская карта». Регион занял в ЮФО первое место по количеству актуальных событий, а также стал призером по количеству выданных карт и по количеству проданных билетов. Пушкинская карта помогает сделать искусство доступнее для молодежи, наладить дружеские и семейные отношения благодаря совместным походам в кино, театр или музей. В программе участвуют более 800 организаций культуры по всей России. В областном центре православные волгоградцы готовятся встретить один из главных праздников – Крещения Господня. В Волгограде для этого подготовили 8 иорданий. Водолазы муниципальной службы спасения уже проверили места установки купелей в Кировском и Красноармейском районах, а также в Советском и Тракторозаводском районах. Светлана Ларикова расскажет подробности. Обследовать рельеф и характер дна, очистить его от водных растений, камней и других предметов, которые могут навредить человеку. Работы у водолазов службы спасения Волгограда в канун праздника Крещения Господня немало. От их зоркого ока во многом зависит безопасность жителей города на Волге. Осмотрели акваторию местокупания на отсутствие посторонних предметов, опасных всяких факторов. Дно осмотрено, опасных факторов не обнаружено. Купель готова. Работы по подготовке купелей на Ельшанской набережной в микрорайоне Тулака практически завершены. Специалисты службы спасения Волгограда выполняют последние приготовления. На этом их миссия не закончится. Сотрудники муниципальных служб, включая спасателей, будут дежурить у купелей во время крещенских купаний. Задача – осмотр и очистка, выявление опасных скрытых факторов и травмоопасных предметов из лечения. Также спасатели Волгоградской службы спасения в канун праздника обеспечивают мероприятия по обеспечению безопасности граждан, участвующих в мероприятии обряде крещения. Сотрудники районных муниципальных предприятий ЖКХ оборудуют спуски к воде, устанавливают освещение и палатки с обогревом для переодевания. Будет ограждение выставлено, дополнительная расчистка подъездных путей, подходов, просыпка песком, просыпка сходов в купели будет сделана. Непосредственно в ночь 18-го будет организовано дежурство сотрудников администрации района, МЧС, ГИМС, штаб гражданской обороны Советского района. Дежурство у купелей будет осуществляться круглосуточно. В Волгограде для проведения крещенских купаний муниципалитет оборудует 8 купелей в разных районах города. В Тракторозаводском районе около дома номер 4 по улице Громши, в Краснооктябрьском – на территории яхт-клуба «Пилигрим», в Центральном районе – на Центральной набережной, в Дежинском – на Ангарском пруду, в Советском – на Ельшанской набережной, в Кировском – у пристани имени Руднева, в Красноармейском районе – на Севастопольской набережной рядом с монументом Ленину и на пляже в рабочем поселке Южный. В ночь на 19 января синоптики обещают в Волгограде не самые крепкие крещенские морозы. В городе на Волге будет от минус 8 до минус 10 градусов по Цельсию. Оптимальное время нахождения в проруби – не более одной минуты. После выхода необходимо тщательно вытереться сухим полотенцем, переодеться в теплую одежду и обувь. Это как раз можно сделать в специально оборудованных палатках. Но главное помнить, даже если вы закалялись, необходимо перед купанием обязательно прислушаться к своему самочувствию. Светлана Гларикова, Андрей Кирсанов. Время новостей. Наши официальные страницы в соцсетях всегда для вас открыты. С подробной новостной лентой можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полную коллекцию видео смотрите на rutu.ru. Подписывайтесь на наш канал в Дзене. Хорошего вам настроения и доброго дня! В Волгограде сегодня синоптики прогнозируют облачное небо, ветер преобладает юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха 3-5 градусов мороза. Субтитры подогнал «Симон»